физкульт привет друзья и ученики в недавних видео я обещал рассказать о грибном тренажере лучшем тренажере для занятий как в тренажерном зале так и дома в домашних условиях особенно почему давайте разбираться для начала напомню что грибной тренажер является единственным тренажером совмещающим в себе два совершенно противоположных тренировочных режима аэробный и анаэробный или говоря про сонародьем силовой и кардио режимы в наше время в тренажерных залах и фитнес-центрах как вы знаете не хуже меня представлена огромнейшая линейка кардио оборудования от маленьких степперов до больших имитаторов ходьбы по ступеням от беговых дорожек до эллипсоидов про велотренажеры я уже и не говорю но практически нигде нет того тренажера который по-настоящему полезен и эффективен при этом не убивает наши с вами коленные суставы как беговая дорожка и эллипс и совмещает напомню два противоположных режима нагрузки что весьма печально для рядового посетителя не разбирающегося в тонкостях и мелочах которые зачастую стоят ему как результата тренировок так и потерянного времени а зачастую и здоровья грибной тренажер применяется в практике лечебной оздоровительной и восстанавливающей физкультуры лфк только он и иногда велотренажер понимаете насколько важен данный тренажер насколько полезен данный тренажер конечно бывают и противопоказания для его использования но их очень мало по сравнению с рекомендациями к использованию в лфк применяют грибной тренажер для общего укрепления тренировки организма при этом вырабатывается ритмичность движений что способствует углубленному дыханию улучшается подвижность позвоночника укрепляются мышцы как верхних конечностей туловища так и ног при работе на грибном тренажере повышается внутриброшное давление что способствует улучшению пищеварения и положительно влияет на тканевый обмен почему же мы не видим данный тренажер большинстве наших залов не будем трогать кроссфит вот за что я благодарен кроссфиту это за возвращение грибного тренажера в массы причина отсутствие грибного тренажера фитнес-центрах банально и как вы знаете я постоянно обвиняю фитнес индустрию которая сейчас является бизнес индустрией именно по ее причине нет данного тренажера ваших залах именно по этой же причине нет ваших залах самого полезного для сохранения здоровья и лечения поясничного отдела позвоночника гиперэкстензий владельцы залов не интересуются нуждами тренирующихся людей сами в 99 процентах случаев являясь всего лишь далекими от любой физкультуры и спорта либо бизнесменами либо бизнес-вуменами фитнес индустрия заточена только на выколащивание денег а любой другой кардиотренажер выгоднее продавать и раскручивать ведь приход денег с него в десятки раз если не сотни больше прихода денег чем с грибного тренажера вот маркетологи и ломают головы работая над тем чтобы опасные тренажеры вроде беговых дорожек покупались больше и больше чаще и чаще ведь никого не интересует польза или вред посетителей тренажерных залов а только прибыль если бы мои слова были неправдой то в залах не было бы беговых дорожек вообще и эллипсоидов а стояли бы грибные тренажеры плюс велоэргометры и степперы а в каждом зале был бы станок для выполнения гиперэкстензии много ли вы знаете залов неважно на самом деле в америке или в россии с гиперэкстензиями только прошу вас не путать гиперэкстензии и экстензии экстензии это когда ноги закреплены а двигается корпус а вот когда закреплен корпус а двигаются ноги это гиперэкстензии но как вы знаете все в жизни с точности да наоборот и данные станки большинством компаний производящим оборудование для тренировок даже не выпускаются хотя именно этот станок является крайне важным крайне необходимым кстати мне уже приходили не раз письма о том что люди пишут своим владельцам тренажерных залов администратором о приобретении гиперэкстензии и о чудо уже в двух городах россии владельцы закупили такое оборудование так что дерзайте ребята собирайте коллективные подписи заявки и если ваш владелец тренажерного зала или фитнес-центра не совсем далекий человек он обязательно пойдет вам навстречу и приобретет данный станок тем более что стоит он копейки по сравнению с той же беговой дорожкой и говорю я сейчас именно о гиперэкстензиях вернемся к грибному тренажеру лицам не имеющих явных признаков сердечно-сосудистых заболеваний а также дискогенного ридокулита и нарушений мозгового кровообращения можно смело рекомендовать занятия на грибном тренажере грибной тренажер сочетает нагрузки повышающие выносливость а значит функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем со значительной нагрузкой на мышцы практически всего тела грибной тренажер очень хорош для лиц с умеренным ожирением и даже с умеренным повышением давления крови особенно полезен грибной тренажер для лиц молодого и среднего возраста где особенно необходима одновременная тренировка выносливости и силы на начальном этапе тренировок следует плавно выходить на темп 20 25 грибков в минуту с мощностью 100 300 ватт средняя продолжительность занятий от 20 минут которую можно и нужно плавно повышать до 60 минут в зависимости от исходной работоспособности и поставленных перед вами цели и задач для здоровых лиц через каждые 4 5 минут отдалить с умеренной гипертонией или умеренным ожирением только за минуту до перехода в режим успокоения рекомендуется ускорение когда темп грибков на 30 50 секунд составляет 30 36 грибков в минуту но начинать нужно с 20 секунд таких ускорений особенно для начинающих что очень подробно я рассказывал в своей статье и видео о интервальном кардио советую ознакомиться ссылку брошу под видео какова же польза от грибного тренажера напомним улучшается вентиляция легких сердечно-сосудистая система получает полезную для нее работу за счет комплексного воздействия на весь организм увеличивается расход калорий что способствует более быстрому избавлению от жировых накоплений с сохранением мышечной массы коленные суставы и позвоночник не получают опасной травмирующей нагрузки как при беге на дорожке или эллипсе абсолютно все мышцы получают нагрузку при правильном и дозированном использовании улучшается фигура при сохранении и улучшение иммунитета и здоровья в целом а напомню что простое классическое кардио понижает иммунитет не забывайте об этом амплитуда движений позволяет хорошо растянуть мышцы и сухожилия под нагрузкой в режиме аэробного и анаэробного тренинга грибные тренажеры делятся на два вида магнитные и механические первый вид тренажеров стоит дороже поскольку является последним словом в имитации гребли встроенный электромагнит повинуясь вашим желанием регулируют нагрузку и обеспечивает бесшумную и плавную греблю посмотрите на фигуры гребцов они выглядят получше чем многие из нас с вами посещающие тренажерные залы только ширина и размах их широчайших мышц приводит к уважению при этом они имеют колоссальную выносливость и развитые мышцы всего тела в целом именно фигуры гребцов приближены к идеалу эстетики все дело в том что при гребле как уже и говорил я раньше работают основные группы мышц а именно плечевой пояс пресс и вообще все мышцы кора спина бедра и нагрузка получают практически все тело в комплексе благодаря чему жир сжигается интенсивнее и сразу везде при регулярных тренировках не только возрастает выносливость стимулируются дыхательная и сердечно-сосудистые системы но также ускоряется обмен веществ что приводит к еще большему ускорению сжигания жиров тренировку на грибном тренажере неправильно относить только кардио поскольку она не только регулирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы но и дает работу мышцам в силовом анаэробном режиме где еще возможны такие совмещения ошибочно считать что занятия на грибном тренажере прежде всего увеличивают мышечную массу только рук а также не рекомендуется при проблемах с позвоночником наоборот при правильном положении тела нагрузка идет равномерно на брюшной пресс плечевой пояс и спину а ключевой момент заключается в том чтобы тренироваться на грибном тренажере нужно правильно начиная тренировки под руководством знающего человека который научит вас как правильно расположиться на тренажере как правильно грести какую нагрузку выбрать под ваши конкретные цели и задачи общие правила работы в гребном тренажере следующие перед тренировкой следует проделать несколько упражнений на общую разминку да да не путайте как и большинство людей посещающих тренажерные залы перед тем как запрыгнуть на велотренажер или на беговую дорожку необходимо размять суставы во время гребли следует держать спину ровно не сутулиться при движении назад не следует стараться отклониться как можно дальше сохраняйте угол примерно 45 градусов по отношению горизонтальной поверхности движения ровные и плавные никаких рывков и дерганий при гребле следует напрягать не спину а бедра и ягодицы не следует излишне разгибать колени оптимальная тренировка три подхода каждый по 10 минут между ними следует устраивать 10 минут отдыха нагрузки должны увеличиваться постепенно начинать надо с коротких тренировок постепенно увеличивая время веслами а также нагрузку обязательно проводить заминку не бросать работу резко а плавно понижая нагрузку и темп замедлиться вплоть до полной остановки после чего провести легкую растяжку всех мышечных групп грибной тренажер лучший выбор для тех кто хочет тренироваться дома или по каким-то другим причинам не может посещать тренажерный зал или фитнес-центр он подходит абсолютно для любых целей для общего улучшения и укрепления здоровья для жиросжигания для наращивания мышечной массы для выработки выносливости для поддержания себя просто в хорошей спортивной форме давайте рассмотрим варианты работы на грибном тренажере начнем с общего укрепления здоровья для этого нам необходимо провести общую разминку суставов кистевых локтевых плечевых тазобедренных коленных и голеностопных обращаю на это особое внимание друзья большинство из вас приходя в зал ошибочно полагает что кардио тренажер и есть общая разминка но это не так к этой работе необходимо также подготовить свой организм вот вам еще одна из причин болей в коленных суставах после чего можно приступать к работе которая должна продолжаться 5 раундов по 5 минут с минутным отдыхом после каждого из 5 минутных раундов естественно если вы новичок то начинать необходимо с одного раунда постепенно с ростом тренированности доводить их до 5 после чего можно и нужно сокращать время отдыха между раундами до 30 секунд не меньше делать все нужно планомерно не торопясь давая своему организму привыкнуть каждому новому повышению нагрузки и интенсивности силовую нагрузку необходимо повышать только после того когда идете до 5 раундов с перерывом в одну минуту главное не насиловать себя и тренироваться первое время день через день постепенно увеличивая количество тренировок до ежедневных это то что касалось общего улучшения и укрепления здоровья самая животрепещущая тема для большинства это жиросжигание но не забывайте что какими бы эффективными не были ваши тренировки без грамотного питания они бесполезны как двигатель без топлива на самом деле будете вы набирать или худеть целиком и полностью зависит от питания а тренинг при этом может быть совершенно одинаковым вот чего большинство до сих пор не понимают и не улавливают как лучше построить тренировку чтобы усилить расщепление жиров но не забывайте что сжигать в топке метаболизма организм их будет жиры ночью во время вашего сна это если вы соблюдаете правила питания и не блокируете ночной выброс гормона роста но мы с вами сегодня говорим о другом поэтому ссылочку на то как правильно пикататься я вам тоже дам в описании к видео но вы наверняка уже читали мою статью похудения от а до я и инсулин гликемический и инсулиновый индекс если нет настоятельно рекомендую ознакомиться с двумя этими статьями иначе будете топтаться на месте и проклинать всех и вся говорить что у вас широкая кость либо придумать другие причины того почему у вас нет прогресса причем как в росте силовых показателей так в росте массы и жиросжигание тренировки в данном случае как и в любых других следует строить по принципу интервального кардио что это значит необходимо поработать 20 минут но с разной интенсивностью на определенных участках тренировки необходимо выполнять мощные 20 30 секундные ускорения на максимально возможной для вас скорости силовую нагрузку тренажера тоже следует повышать на этот период после чего следует работать в обычном спокойном режиме как минимум две минуты запомните это закон не меньше двух минут между рывками между вот этими выбеганиями если можно так сказать нарушать этот закон не советую первое время таких мощных рывков можно и нужно чтобы было два не больше за все 20 минут работы постепенно повышайте их количество доводя до максимально возможного за 20 минутный отрезок работы с перерывами между рывками напомню в две минуты никогда не превышайте работу больше чем на 20 минут в этом нет никакого смысла никогда не сокращайте время между рывками меньше двух минут не забывайте что до начала работы нужно размяться перед тем как вообще сесть тренажер и минут пять поработать в спокойном режиме а в конце провести заминку еще минут пять поработав на замедление темпа вплоть до полной остановки это если коротко для тех кто хочет больше узнать о интервальном кардио и его вреде классического кардио для жиросжигания и для всего организма в целом советую ознакомиться с моими статьями и видео на эту тему как работать гребном тренажере на массу для начала как и во всех других режимах необходимо размяться и провести минут пять в спокойном режиме гребли после чего выставляем сопротивление на максимум и работаем в течение 30 секунд после чего отдыхаем от 30 секунд до минуты и выполняем очередной подход три рабочих подхода для начала будет хватать но их нужно будет повышать постепенно до 9 время под нагрузкой и время отдыха должны постоянно от тренировки к тренировке варьироваться от 30 секунд до 60 таким образом вы будете воздействовать на разные типы мышечных волокон если у вашего тренажера серьезный уровень повышения сопротивления то хорошо иногда выставляя на максимум нагрузки поработать чисто в силовом режиме повторений на 10 8 после завершения работы необходимо провести заминку с понижением темпа вплоть до полной остановки в течение минут десяти как вы видите с помощью гребного тренажера можно проводить серьезные тренировки на все мышечные группы дома или у себя в гараже нет лучше тренажера для домашних тренировок для тех же кто посещает тренажерные залы данный тренажер тоже будет очень полезен в качестве разминки перед силовой работой в течение пяти семян минут максимум он наилучшим образом как никто другой тренажер подготовит ваше тело мышцы суставы связки к работе несмотря на большое число полезных приобретений от занятий в гребном тренажере я бы посоветовал как и перед тем как пойти фитнес-клуб или простую качалку посетить врача на наличие у вас противопоказаний перед приобретением гребного тренажера и работы с ним я всегда стараюсь давать вам материалы в таком виде чтобы вы спокойно могли сами ориентироваться во всем и составлять себе программы для тех же кому лень или нет времени разбираться во всем этом пишите мне в личку вконтакте я составлю вам подробный план тренинга и питания это моя работа подскажу когда и какое кардио делать я этим зарабатываю но напоминаю что изучая мои видео уроки и статьи вы можете совершенно бесплатно самостоятельно делать все это не забывайте подписываться на мой инстаграм заходить на мой сайт и группу вконтакте группа вконтакте друзья отстает нужно ее подтянуть не забывайте также что есть закрытая группа теломастерская где на каждую новую неделю отдельно для парней отдельно для девчонок я выставляю новые программы тренинга основанные на различиях мышечных волокон и тренировки строятся по принципу периодизации для каждого из видов мышечного волокна всем удачи и здоровья